Первая встреча соперников в новом сезоне. На льду стадиона «Рекорд» Байкал «Энергия-96» и Красноярский «Енисей» с таким же числовым эквивалентом. Команды играют в одной зоне и всегда жестко конкурируют. На домашнем льду игроки тренировались всего несколько раз. Поэтому турнир памяти Александра Шишкина – очень важная разминка перед главными поединками хоккейного сезона. Мы, в принципе, не поехали бы сюда, если бы не было хорошего спарринга, как с Байкалом. Легкие игры мы можем у себя в городе поиграть. Хороших команд. Сейчас, наверное, проблема всех городов, что в городе не с кем играть, школ нет. В Байкал «Энергия-96» выступают представители местных династий, продолжатели дела Гришина и Никитина. Выход на лед для юных хоккеистов – событие одно из самых приятных. Это радость для любого хоккеиста, наверное, после летнего сезона, после сборов, выйти на лед. Но очень хороший лед, я даже скажу. И покататься приятно, поиграть с другими командами. Турнир памяти Александра Шишкина проходит в Иркутске впервые. В нем принимают участие четыре команды – Байкал «Энергия», «Локомотив», «Дружина девушек-рекорд», а также гости из Красноярска. Сегодня Енисей потерпел поражение от Иркутян со счетом 1-3. Имена победителей станут известны 4 ноября. Награждать лучшую команду приедет семья Александра Шишкина. Специально для победителей они учредили переходящий кубок. Полина Кузянина, Николай Крупченко. Новости сейчас.